Здравствуйте! Меня зовут Алла Волкова и сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать классический макияж в бежево-коричневой гамме. Для этого нам понадобятся тени бежево-коричневых оттенков, база под тени, коричневый карандаш и несколько кистей. Модель у нас уже подготовлена, мы сделали тон, оформили брови, сделали скуловую коррекцию, поэтому сразу можем приступать к макияжу глаз. Для этого нам нужно нанести базу под тени на все века. Далее мы будем наносить самый светлый оттенок из палитры на все подвижное веко, для того, чтобы цвет века был равномерным. Затем берем следующий оттенок персиковый и наносим его на середину века. Для следующего этапа нам потребуется коричневый карандаш и плоская кисть для тушевки карандаша. Начинаем подводить линию роста нижних ресниц, но не на всей длине глаза, а где-то на две трети можно трить. Сразу же начинаем оттушевывать краешек карандаша для того, чтобы создать плавную тушевку. Карандаш должен лишать на коже, таким образом результат будет более аккуратным. Переходим к оформлению верхнего века. Последним этапом при работе с карандашом будет заполнение подвижного века. И последний этап нам остается нанести тени поверх карандаша. Для этого нам понадобится оставшиеся три оттенка теней. Самый светлый мы будем наносить на места тушевки. Следующим мы будем добавлять глубину нашего макияжа. Последний использовать не обязательно, но если его добавить, то мы получим более такой вечерний вариант. Чтобы украсить наш макияж, мы можем использовать перламутровую пудру. Она поможет также скрыть огрехи в тушевке, если они есть. Наш макияж готов. При желании мы можем добавить блеск либо помаду или же добавить стрелку. До встречи в следующих выпусках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова